Самый, в общем, первый для нас это был холод. И это, конечно, был для нас очень щелк. Это было самое сложное, конечно, заходишь сразу, во-первых, не в вашей национальности, а потом ребенок почувствует отношение, что он не ходит к врачу, к дяду, который сейчас ему больно сделает. И это тоже очень играет большую роль. Вот так. Да. Вот отлично. Там не забываем, не затягиваем сильно. Не затягиваем сильно. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Бердо. Бердо. Вау. Бердо, по консель. Привет. Как дела? Хорошо. Давайте послушаем. Души. На контакте иду, как обычно, в общем, как и близкий человек. Я всем считаю, что, в общем, друзья, знакомые, это все, в общем, поэтому отношусь я к ним совсем, в общем, не как к врачу, к пациенту, а просто как к друзьями. Понимаете? Это первая очередь, в общем, это первая очередь, конечно, к родителям, а потом ребенок почувствует отношение, что, в общем-то, он не ходит к врачу, к дяду, в общем-то, который сейчас ему больно сделает. И это тоже очень играет большую роль. Все, выздоравливайте и не болейте. Дай пять. Пока-пока. Кто такой Кава Дагли? Откуда вы родом? Где родились, где выросли, в какой семье выросли? Я сам из Сирии, из города Алеппо. Небольшой семьи. У меня мама учительница и папа врач. Почему выбор пал на Беларусь? Значит, я уехал из Сирии в 17 лет. Мне было после окончания школы. Приехал в Беларусь именно потому, что у меня отец тут учился. Хотел, чтобы я тут получил высшее образование именно в Беларуси. Когда мы приехали, Минске как-то по 12-й именно за обучение было дороговато, а тут, в общем-то, как-то более бюджетно для нас. Расскажите о ваших первых впечатлениях о Беларуси, о беларусах. Приехал в неябре месяце, я это прекрасно помню. Самый, в общем, первый для нас это был холод. Погода холодная очень сильно. И это, конечно, был для нас очень щелк. Самые сложности этого, в общем, было, это язык, конечно. Я помню первые дни, когда после того, как приехали, потом, в общем, выселились там в этих квартирах. И хотели вообще вот что-то купить, поесть. Раньше вообще вот не было никаких там гипермаркетов, как сейчас, типа в тележку, все вообще вот набрал и пошел, вообще вот касса рассчитывался. Сходили на рынке, я помню, это вот в Давидовском рынке, там на Реческом шоссе. Ну, взяли вообще вот мы с собой блокнот, что мы не сделали. Рисовали, показывали вообще вот там, чтобы продавец понял, что вы хотите. Да, конечно, да. Люди отнеслись к вам сразу достаточно доброжелательно? Конечно, да. Вообще вот вы не почувствуете себя, как будто никуда не уехали. Как будто вообще свои люди все. С приятным иностранным акцентом наш герой рассказывает о знакомстве с тогда еще новой для него страной. Делится воспоминаниями о том, как пришел в профессию и искал путь к сердцам маленьких пациентов. Первый год вообще, когда мы поступили, у нас был подготовительный факультет, это чисто вообще русский язык, и потом вообще поступили на первом курсе. Для иностранцев у нас 6 лет. Мы заканчиваем просто как врач общей практики, а потом идем на интернатуру, и интернатуру тогда мы выбираем узкие специализации. Либо вообще вот остатка к отца гинеколога, либо вообще вот выбрать педиатрии. Это вообще то, что было близко к душе. Смотря на то, что я вообще такой большой, ну, я очень сестительный, поэтому... С детьми вам проще? Мне проще намного, да. Давайте вспомним о вашем первом месте работы. Как реагировали на вас маленькие пациенты и их родители? Я в первом начале вообще вот работал в центральной поликлинике детская участковым педиатром. Визиты на дом, это было самое сложное, конечно. Заходишь вообще вот сразу, во-первых, не в вашей национальности. Через минут 10 общений, все вообще вот нормально, все на своих местах. Вы работали долгое время в государственной поликлинике, потом ушли в частный центр. У меня были уже как-то пациенты, они уже начали меня знать вообще вот больше количества. В первое время я начал чисто подрабатывать в частную практику, а потом вообще вот перешел полностью вообще вот в частный. Хотел вообще-то, конечно, попробовать, посмотреть. Часто ли поступают звонки вне работы? Пожалуйста, Кава, помогите, подскажите, как быть. Всегда, конечно, потому что я выбрал такую специальность, и в которой вообще я должен всегда быть на связи. Я только вообще вот в отпуске был только на один месяц за мои 7 лет работы. Когда выйдешь от дачи, в общем-то, когда от родителей и от маленьких деток, забывается все сразу и моментально. Когда, в общем-то, ребенок маленький, например, заболел, контролируешь день, два, три, потом, в общем-то, он идет на поправки, это, конечно... Не может не радовать. Да. Мы не можем не коснуться темы сегодня актуальной коронавируса. Ваш совет не просто как доктора, а как супердоктора по профилактике, по лечению этого заболевания, ну, в частности, у детей. Дети, они, в общем-то, они приносят это обычно бессимптомно, все хорошо, они молодцы, организм, в общем-то, у них молодой, так что тут вообще все будет хорошо. Главное, в общем-то, как вам сказать, без паники, потому что паника – это, в общем-то, это самая сложность в нашей профессии, потому что когда, в общем-то, паникуют родители, это, конечно, катастрофа. Имея достаточный опыт за плечами и наработав хорошую базу пациентов, Кава Дагли задумывается об открытии собственной детской клиники. Конечно, вообще вот это мечта. Дай бог, конечно, в ближайшее время или когда-нибудь вообще вот сбудется. Ваша главная награда – это что? Это здоровье моих маленьких пациентов. Это для меня – это самая важная цель. Мы должны вас поздравить. Вы который год подряд становитесь финалистом республиканского конкурса «Супердоктор». Какие ощущения дарят вам эти награды? Эти награды, конечно, они вообще вот дают тебе, типа, не зря ты стараешься, не зря ты работаешь. Стимул развиваться дальше. Стимул, конечно, развиваться дальше, да. Давайте поговорим про Каву Дагли вне работы. Обычно прихожу домой, надо сразу вообще вот что-нибудь поесть. И потом, возле телевизора, это вообще для меня. Никаких увлечений пока нет. Один выходной в неделю, так что пока чистая уборка, стирка. Есть, конечно, люблю и люблю очень сильно готовить. А белорусское блюдо уже какое-то для себя выделили? Да. Драники – это самое любимое, в общем, блюдо. Основная часть ваших друзей осталась там, в Сирии? Когда мы приехали, приехали в большую компанию, типа, вообще-то, с одного города учились вместе. Из-за того, что сейчас у нас вообще гражданская война, они потом, может, уехали, работают сейчас в Германии, в Швейцарии, в Швейцарии. По всему миру? Да, по всему миру. И остались вообще вот сейчас у меня два друга, они в Минске работают. И поэтому, так можно сказать, очень редко видимся, но общаемся часто. Что касается личной жизни? Я такой практичный человек, который очень люблю все осознанно сделать. Надо очень сначала, чтобы хотя бы обеспечить себя и, может, любимую женщину, конечно, обязательно. А так, вообще, я мог, конечно, жениться, можно, в 20 лет. Ну, я просто такой человек, что хочу все делать вообще вот как-то вовремя. Обстоятельно. Да. Когда вы представляете свою будущую супругу, она будет вашей национальности или же все-таки белорусская? У меня почти вся молодость, в общем, прошла именно в Гомеле. Поэтому, я думаю, вообще, вот, скорее всего, тут и будут дальше. В общем-то, славянские девушки вам нравятся? Конечно. Сегодня Кава Дагли называет Беларусь своей второй родиной, но признается, что пока недостаточно знает об истории, обрядах и национальных обычаях страны. Мы решили это исправить и подготовили для нашего героя небольшой сюрприз – познавательную экскурсию в филиал Ветковского музея в самом центре Гомельского парка. Здравствуйте. Вот, здравствуйте. Добрый день. Вас витаю. Стены филиала Ветковского музея старообразництва и белорусских традиций. Имя Петра Рыгоровича Шклярова. Ведаете нечто про белорусскую культуру, про традиции? Нет, конечно. Что повинен был казать гость, коли заходить до господара у хату? Гэта поглядеть у красный вугол, где стоять наши иконы, перекреститься калевы христианин и казать мир вашему дому. А господары, калю гэта добрые господары, и гость до нас пройшов жаданы, я не говорили, з миром принимаем. Давайте знайомиться с традицией. Давайте. Кольки людей могло зарабить усю гэту прихожость? Много. Гэта усе одного человека. Марии Павловны Каутуновой, якая у нас представлена на фото, якраз Мария Павловна стоит у амальтаким же строей, як я. Гэта ранее называлась кублом, и у кожной хаті у неглибцы женщина туды складывала свое оденье. Хотели бы упрыгожить себе, як ранее делали гэта у неглибцы? Хочу, конечно. Да, брата, где у нас есть для вас? Вось такий пояс, які сплетены у технице спрынг. У одлежності от того жанаты вы, ці холосты вам... Холостой. Значить, как мне? Дальше. Тады вам надо на левый бок завязать себе бузик. Ну, а коли уже жениться, будете тады на правый бок. Хорошо. А если в среднем, это значит, он в разводе? Не было так. Не было развода у тады. Рушник, у него достаточно большое количество значений, и он сопровождает человека, начиная от рождения, потому что встречали, да, нарушника, очень часто. Ни один символ, орнамент, который изображен нарушнике, не изображен просто так. Он всегда имеет какое-то значение. Вы когда-нибудь смотрели на флаг Государственной Республики Беларусь? А как он изображен? И что там? То же самое. То же самое. Сплетение плодородия, да, что обозначает наш символ, оно и изображено на нашем флаге. Это говорит о том, что наше государство плодородное. Когда пациенты маленькие приходят, вы их успокаиваете, рассказывая сказки какие-то? Не сказки, вообще какие-то там, вообще шуточки, поиграть вообще в ку-ку, например. Да? А вот наша мастер Мария Павловна успокаивала своих детей, укладывала спать, рассказывая сказки, вот по такому подзору. Такого вообще делали раньше, наволочки вообще, вот длинные подушки вообще-то были у нас. Женщины сидели, и там это все вышло. А вышивали крестиком или гладью? Нет, крестиком. Крестиком, вот так. Сейчас вы находитесь в мастерской филиала Ветковского музея, в душе всего нашего музея, потому что все станки, которые здесь стоят, они у нас рабочие. Каждый заправлен, и на каждом что-то делается. Основа качества – это владение по ножами, потому что самое сложное – заправить станок уже сделали, заправить в ниты, потому что каждая ниточка здесь заправлена в свой нит. И в зависимости от того, какой по ножа вы будете нажимать, будет опускаться и подниматься одна или несколько ниточек. Попробуйте. Первый, второй, третий, четвертый. Первый, четвертый, вот так. Классно, вот это не нравится мне. Вот так. Да. Вот отлично. Там не забываем, не затягиваем сильно, еще чуть-чуть вытянем. Еще чуть-чуть. Вот, возьмем, и раз. За что берем? Что вот это? Ну, у человека что? Бачок. Бедро. Бедро. А это бердо. Бердо, вау. По холосе, да? Теперь челнок никуда не тускаете. Берете за него. И за бердо, да. Прижимаете. Пристукиваете. Обычно это прям ступчик, видите? За 17 лет жизни в Беларуси Кава Дагли профессионально состоялся в области педиатрии и по праву заслужил звание супердоктора. В ближайших планах развивать свои навыки и принимать маленьких пациентов уже в собственной клинике в Гомеле. В мечтах создать большую дружную семью. И кто знает, возможно, свадьба доктора Кавы пройдет как раз в белорусских национальных традициях. Редактор субтитров А.Семкин